Трегольник подставим на ТЗП. Трегольник с Киргагатом. Ну, второго рода, правда, тоже появился. Теперь трегольник Пирс. Трегольник Пирса рисуется вот таким образом. Тоже на верхнюю ставим единицу. Вот здесь по диагонали, тут у нас по диагонали, тоже пока ставим единицу. А вот здесь мы ставим двое. То есть число, которое разносит сумме того, кто сверху, и того, кто прав. Дальше, вот эту сборку мы переносим на вот эту диагональ. Ставим сюда. Сюда мы ставим число, равное сумме правого соседа и верха. Сюда ставим число, равное сумме правого соседа и верха. Пять. И это число переносим в продолжение вот этой диагонали. Значит, здесь 2 и 5 у нас будет 7. 3 и 7 будет 10. 10 и 5 будет 15. 15 будем опять переносить в продолжение диагонали. Так. Здесь будет 5 и 15. 20. 20 и 7. 27. 27. 37. Ну и 37 и 15 это 52. Ну дальше 52. Опять. Правда, мне донали. Вот это другой пирс. У него есть тоже много любопытных сквозь. Взрывающий могут их все найти в 4-м доме. Мука. Посвященную как раз в частности и терминаторию. Ну там, правда, большинство этих свойств. В данной виде задать без доказательств. Ну вот одно исходит, мы сейчас попробуем доказать. А именно. Ну вот мы видим, что вот здесь у нас возникла такая последовательность чисел. И по диагонали такая же последовательность, что поверненная вот на вот эту единичку. Ну просто по построению. Так вот. Оказывается, вот эта последовательность и это, это не что иное, как последовательность числа. В0 это единица. В1. Ну, сколько мы способом одноэлементное множество разбить на одно множество? В1. В2 это двойка. Ну, двухэлементное множество как мы можем разбить? Ну, можем взять одно множество из двух элементов, а можем разбить на две части по одному. Будет два. В3 равно 5. Ну, действительно. Давайте. Вот у нас цели. Кружочко выражают эти элементы. Как мы можем разбить на части? Каким образом? Ну, можем по одному множеству. Вот одно множество. Потом мы можем взять развеяние какое? Что два элемента, случайно, в одном множестве, а один элемент один. В таких развеяниях будет очевидно три. Потому что вот этот элемент берём, может быть, двумя способами. Ну, и наконец, можем все три элемента просто вывести в одном множестве. Это просто реальное рассеяние для одного людей. Ну, получаем один, три и один, пять. Ну, как это всё доказать? В общем, для этих целей нам понадобится один помогательный факт, который любопитен сам по себе. В каком-то смысле это тоже будет треугольник. То колонн вот так будет написано. Наверху мы пишем, производим последовательность числа. Ну, наверное, из 0, из 0, из 1, из 2. Ну, давайте я разберу ее только до 4. На самом деле она до x. Например, рассмотрим до 4. У меня сейчас не хватает места записать. Это бежная строка. Под ней мы пишем обаные суммы соседних чисел. И записывать их будет как раз посередине между этими числами. То есть между числом x0 и x1 мы пишем число x0 и x1. Вот здесь мы пишем x1 плюс x2 плюс x3 плюс x2. Ну и здесь x3 плюс x4. В этой цифровке уже будет родной числом 4 числа. Потому что помежутки между этими числами у меня уже 4. Теперь с этой цифровке мы поступаем точно так. Берем 2 по 7 числа и x2. Что у нас получается? Получается x0 плюс 2 x1 плюс x3. Вот на этом месте естественно будет то же самое, только индексы увеличиваются на единичку. Ну и здесь, естественно, сумма будет такая же, а то же самое, но индексы увеличиваются еще менее. Получилось три числа. Теперь между этими двумя числами складываем. Что получается? Ну, получается естественно, x0. 2 x1 плюс x1 плюс x1 плюс 3 x1. x2 плюс 2 x2 плюс 3 минус 2. Ну и дальше. А между этими что будет? Ну будет то же самое, только индексы увеличатся на единичку. То есть все начинает соединиться. 1 плюс 3 x2 плюс 3 x3 плюс 4 x4. Ну и наконец последнее число внизу треугольника. Должны сложить эти числа. 12 практически все занимательно. Не повоз descobvordan. x0 плюс 3 x1 плюс 4 x1 плюс 4 x1 плюс 4 x1 плюс 4 x3 плюс 6 x1 плюс 6 x2 плюс x3 плюс 6 x2 плюс x3. ну и, наконец, и 4 метода. Что у нас получилось в самом методе? Получилось, что каждая цель эту сумму сразу, на меру, что выполняются эти подчисления. Очевидно, что нужно взять все числа яблые строки и последовательно умножать на герметринальный коэффициент. 1, 4, 6, 4, 1 – это герметринальный коэффициент. В четвертой строки. Ну а в общем виде, если бы у нас было не 4, а n, то в самом низу этого арифметического треугольника стояла бы какая сумма? х0, плюс цс по 1 на х1, плюс цс по 2 на х2, цс по 1 на х2, цс по 1 на х2. Ну а, кстати, вот здесь можно написать цс по 0. Вот при n равном 4 получилось именно так. В общем виде, получится вот такая же. Но я вам предлагаю это доказать самим. Доказывать нам индукции, индукции по n. И, разумеется, надо использовать формулу. На n плюс 1, если мы с реального шага получили две такие суммы, то на n плюс 1 шаге что у нас будет? Мы будем брать цс из n по к, из одного слонда 8, и цс из n по к минус 1 из 2. Ну вот как мы складываемся. При приведении подобных шагов. А результат будет равен цс из n плюс 1 по к, всего точно поставим. Поэтому, наверное, в первом шаге будет все то же самое, и мы поклините все на мельнице, там надо, там под всякой воздушке. Ну, вот такой раз вы попробуете высказать это самое. Ну а если мы это сделали, то доказать вот это свойство для треугольника пирса уже не так сложно. Действительно, давайте посмотрим на этот треугольник сбоку. Вот рассмотрим вот эту его диагональ. Представим себе, что мы пользуемся вот этой лемой, только те числа, которые я вот здесь писал вверху, горизонтально, мы теперь выписываем вот так. Тогда вот это число, оно равно сумме двух соседних и стоит между ними. Вот это равно сумме двух соседних и стоит между ними и так далее. Значит, вот этот набор чисел получается в точности к тому правилу. И это, и наконец вот это. А оно чему будет равно? Оно должно быть равно согласно вот этим вычислениям. В0 мы умножаем на С4 по 0, так? Дальше В1 мы умножаем на С4 по 2, ну и так далее. Ну и наконец В4, вот оно. Ну, умножаем на С4. Ну вот эта сумма как раз и равна В5 согласно вот этой условной массы. Значит, действительно получается В5. Ну и ясно, что и дальше все будет точно так. значит, всё будет. Продолжение следует...